Кучки там в них. Не вижу. Не вижу. Глаза больные. Не вижу. Видно сразу, что это крыло красное. Сидение подшитое. Масы не вонящие. Страх. И напихать туда всего и... Туманка, крепление там поломано. Это все неправильно. Как неправильно? Все неправильно. Что неправильно? Здесь шпаклевано. 500, 900. Я сказал, Рено и божественный, и Рено говно... Где такое было? В таблице? Тоже вода стоит. Ух, они и жарят эти лампы ваши. Это жарит. Они вообще ничего не жарят. Еще и слепят. У меня тут отсюда... Отсюда вообще... После 200. А что там было до 200? Молодец. Жарко это. Что-то такое охуне. Какое охуне? Это светодиоды. Слушай... Друзья, всем привет. Вы хотели бюджетный автомобиль? Окей, будет бюджетный автомобиль. Но бюджетный из разряда надежный. Сегодня с нами на один из наших технических специалистов. Антон. Именно Антон закрыл крайнюю заявочку. Рено Меган. Бюджет этой заявки 8,5 тысяч долларов. Машина должна быть не ниже 10-го года. 1,5 дизель. Она должна быть на ручке. Ну, а все остальное... А, и обязательный момент. Обязательный момент. Машина должна быть не битая. То есть, это должен быть целый нормальный безопасный кузов. Вот это вот основа. А все остальное будет приятным сюрпризом. Будет бонусом. Найдем, хорошо. Найдем. Не найдем у нас не бывает. В пожеланиях была, конечно, панорама. Где такое было? В таблице? Да, 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 да. Вот в этой заявочке, пожалуй, вообще... Первый раз слышал. Да ну как это? Там... О, панорама! Да, 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 да. Он же был на панораме, этот босс. Точно. Точно был, да. Была панорама там. А почему Рено Меган? Я понимаю, что машина из недорогих в районе там 7-9 тысяч. На! На свои деньги. Во-первых, она ездит как лошадь. Правильно? Так точно. Я ничего не путаю. А то сейчас скажут, что я придумываю, как всегда, там в комментариях. Не-не, если честный пробег, ездит хорошо. Окей, так, чтобы не от меня звучали слова. Насколько часто в Рено бывает честный пробег? Редко, но бывает. Очень хорошо крутятся. Так же хорошо можно их найти, эти пробеги у них. В блоках. Так что... Из чего началось? А там Меган был или что-то другое? Нет, был Меган. Было там параллельно две заявки. Один Меган с бюджетом был до 7-й. Второй. И еще одна заявка была Меган до 9-й. Но надо было в ходе заявки выяснить, что надо очень хорошая комплектация. То есть максимально. Босс. Так обычно комплектацию выясняем до того как. Ну а тут как-то... Почему человек перебылся? Ну потому что начал смотреть таблицу. В таблице попадались Босс. Но по цене там 8. Ему понравилось. Мы поехали посмотреть. А бюджет позволял? Ну в начальный да. Какая была первая машина к осмотру? Была машина к осмотру. В Борисполе был Меган. На комплектации тот же Босс. Поехали ее посмотрели. Машина оказалась в комплектации Босс. Не очень хорошая. Меган GT-Line, который в Борисполе. Натертый весь, подготовленный. Чуть подшитое сидение у него. К фарке. Есть паучки там в них. Немного выбитый. Как у всех, в принципе, Меганов. У всех машин. Неважно, Меган не Меган. Туманка, крепление там поломано. Есть сколы подкрашенные. Это тоже крашеное, крашеное. Креско крашеное. Это крыло заднее. Теперь убивали. Да. Двери целые. Вот эта часть подшитая у него. Тут все нормально. Руль оригинал, руль не сшитый. Просто подвытерт немножко. Ручка себе. Такая тоже подвытертая. Чехол целый. Чехол. Он не кожаный, это термантин обычный. Значит, есть еще такие косички по рулю. Кто-то тут царапал. Значит, вот эта кнопка, она или грязная, или тачсофт. Там слез нет. Вот такой есть нюанс. Но это Меган. У него пластик дубовый. Это... Это и есть нормально. Здесь все хорошо. Вот след от ремня. Что страшного. Крыша целая. Здесь шпаклевана немножко. 500, 900. Здесь тоже что-то было в этом месте. Значит, у нее крашено заднее крыло левое. И весь банан полностью. Крыл здесь целый. Здесь такие нюансики есть на карте. Царапины и ручка. Задний ряд тут целенький. Абсолютно без нюансов. Что-то тут хорошо, поняла. Пороги тут немножко такие подзатертые. Здесь вот царапины. Глубокие. Мампель задний тоже крашеный. Крышка багажника тоже крашеная. Тут угол шпаклеванный. Вот здесь просадка уже есть. Крышку. Не вижу, чтобы ее крутили. Потолок чистый. Так, здесь все хорошо, целое. Бампер здесь вот лопнутый. Тут все хорошо. Вот здесь есть легкая вмятина. Царапины. Царапины на черном цвете. Она очень сильно видно. Вот еще один скол. Ну тут этот вроде... Да, тоже лучик пустил. Она забудет сверлить или менять стекло. Не очень хорошая технически или она... Ну она такая пожеванная вся была. Там руль стертый, сидушки подшитые. Ну сидушки у них у всех подшиты, у БОС. Потом тормозов, диски под замену, колодки под замену. И она еще была ударена по боку. Крышка крашеная. Ну с нюансиками такая, кривенькая. Ну то, что диски надо менять, не с того начинаем. То есть машина была вгашенная. Ну это в общем типа все. Задача была... А заявлено? Ну сила, что же там заявлено. Всядь сила. А на GT-Line даже еще была вроде бы этот Меганчик. Все как мы любим. Всегда заявлено. Ни бит, ни крашен. Ну человек занимается машинами. А ну там понятно, машинами... Такую привезли. Такую с автовоза загрузили. Вот такую продаю. А интересно, им надо будет иногда задавать вопросы. А ты же видишь, что она битая? Че указываешь, что не битая? Не вижу. Не вижу. Глаза больные. Не вижу. Окей, этот не подошел. Что было дальше? Ну дальше поехали в Бучу вроде. Или в Ирпень. Там был один БОС Меган. И еще три было обычных. Ну короче, они все были ими. Беган. БОС, который должен был быть. Он весь целый. Но видно вот сразу, что это крыло красное. Сидение подшитое. Массы не ванищи. Страх. По фарам. Машина подготовленная, полированная. Фарки тоже отполированные. Красивая-красивая. Так, капот у нее целый. Есть сколы. Черный цвет. Крыло тоже целое. С правой стороны бампер топырится. Двери целые. Значит, эта штука подшитая. Вот, и эта тоже подшитая. Такой вот, есть косяк на сиденье. Руль вытертый. Руль оригинальный, не шитый, но вытертый. Ручка сшитая. Тут какие-то еще. Ну, это подогревы доустанавливал. Ставил. Кнопки вытерты. Ремень грязный. Такое, пятна в потолочек. Здесь ничего не снимали, не крутили. Здесь тоже самое. Тут какие-то злокие царапины на дверях. Тоже вода стоит. Камера есть у нее. Крыло крашеное. Тут банан тоже крашеный. Здесь крылом его. Частично, скажем так, окрашеный. Здесь крашено, чуть подшпаклевано. Здесь, так, вот вижу, шпаклевка на арке. Здесь тоже самое подшпаклевано. Мы дверь тоже самое чуть передували. Проем целый. Так вот красилась по вот тканику вот этот. Здесь мятинки на пороге. Дверь эта подбутая в прибор. Значит, пассажирское сидение пропал. Там все было, там не алло, прокуренные салоны, подшитые, стертые рули, шитые ручки. Ну, не, не то. Вернемся дальше. Есть третья заявка. Что с ней не так? Третья машина, да? А, есть, да. Да, третья заявка. Третий автомобиль в этой заявке. Это был не босс, это наборная была с хорошими фарами, с панорамой, с активными фарами, которые поворачиваются. Что такое наборная? Ну, меганы такие, они как бы все разные у них комплектации. То есть, у кого-то фары хорошие, у кого-то есть панорама, фары плохие, у кого-то и фары, и панорама, и климат есть. То есть, это получается тот же самый конструктор, как Passat. В этом автомобиль можно напихать, то есть, купить самый дешманский барабан для таких, для эстетов и напихать туда всего и... Ну, можно, да, можно его доукомплектовать. Так, меган серенький, который босс. В принципе, так визуально очень даже ничего. Поворотные фары у него, панорамная крыша. Значит, без ключевой есть. Зимняя резина. Хорошие фарки, значит, по фарам. Линзованная оптика поворотная с ДХОшками, с обывателями фар. Передний парктроник. Значит, ну, есть пескоструй, понятно, на фарах. Здесь тоже все хорошо, все целое. Здесь ДХОш, что-то тут... Короче говоря... Тут вы прикрались, едать. Ага, вот бампер. Чуть-чуть мягенькая. Пластик этот, крашеный. И вот такой дефект ДХО, наверное, скорее всего, что. А ДХО работает это? Да, да, у меня же пластмасска есть, я просто не успел. То есть, он не подзаподевает? Или заподевает немножко? Есть вот потертость на фаре. Так, слева, целая. Радиатор подвыбитый, кондиционер, интеркулер, в принципе, живой. Есть вот сколы на капоте, подвыбитый камнями, тоже как у всех. Крыло целое. Незноватая машинка немножко. Есть такие легкие царапины. У нас ключевой. Карта целая. А нет, тут такой скольчик, кнопочки, все. Бося, музыка бося. Так, проемы. Проемы целые. Порожики, как у всех, подзапиленные они. Тут мятинка есть легкая. В этом боковушка целая. Не знаю, не готов сказать, подшитая она или нет. Как по мне, то не подшитая. Она еще не лопнула. Здесь тоже эта целинка. Руль. Руль оригинал. Руль не сшитый. Ручка оригинал. Ручка не сшитая. Вытертая немножко. Царапины везде. Значит, на кнопке ручника тоже такой вот. Подвытерлась она. Bluetooth, климат. Такой вот косячок здесь есть. Тоже поднадулась. Покрытие. Так, значит, тут хорошо. Ну, здесь надо по химчистить, помыть. Люк. Это просто панорама. Цельная дверь тоже не крашеная. Есть царапины всякие. Глубокие и не очень. Вот здесь вот есть. На задней двери. Тут сверху есть. Ну, крыло заднее крашеное. Здесь есть шпаклевка местами. Есть вмятина вот здесь вот над лобовым стеклом. Видно. Здесь такие вот покоцанные немножко. Тут на пластике. Двери не снимали ни кутили, ни передние, ни задние. Диванчик задний тоже целенький. Все хорошо слип. Значит, здесь вот здесь вмятинки на проеме. Здесь такие вот куточки. Проем не крашеный, прием целый. Фонари задние целые. Камера есть. А нет, здесь сухо. А нет, хотя вот. Есть чуть-чуть. Пыльничка. Крыло целое. Крыло целое. Не крашеное. Карта целая. Есть тут на пластике царапинки. Так, в принципе. Такое здесь вот какой-то косячок есть мелкий. Такие вот зацепки на потолке. Такие тоже маленькие царапинки всякие. Пассажирская карта целая. Ручка. Есть тут вот такие нюансики. Чуть покоцали ногтями. Сиденье. Целое, неберявое. Все хорошо с этим сиденьем. Есть такие куточки от ремня. Тоже целые. Ну, это все зацарапано. Пластик зацарапанный. Все. Вот здесь мятина на капоте. Он был битый? Я что помню. Сирый бувный битый. Но у него была проблема со сцеплением. То есть там все уже. Там оно приехало. Его надо было вот уже менять. Сейчас. Рено Меган. Очень часто его тараканят сюда в Украине. По одной простой причине. Одна из частых поломок в Европе. Это педаль сцепления падает. Потому что в корзине стоит выжимной диск. Он же рабочее сцепление. И вот когда он рассыпается. Там его поменять дорого. И эту машину просто продают. Наши естественно покупают. И за небольшие деньги меняют этот цилиндр. И машина ездит дольше. И счастливо корректируется. Пробег кратятся губки. И все как нельзя лучше. Я ничего не забыл? Это все неправильно. Как неправильно? Все неправильно. Что неправильно? Падает педаль. И надо менять полностью. Все в сборе. Выжимной, маховик желательно, диск. Нет, то что правильно менять все это да. Но меняют только один выжимной. И машина ездит дальше счастливо. Не долго но едет. Километров 300 где-то. Но она же едет. Да, да. Едет, едет. А как правильно поменять? Все в сборе надо менять. Вплоть до маховика. Полностью. Не диск корзиной выжимной. Надо еще маховик менять. Цена? Комплекта? 33 максимум. Максимум. Плюс работа? С работы. 33 с работы? Да, там не сильно дорого. Оно все стоит. 33, ну пускай 35, но это ерунда. У нас скорее всего уже со временем. Там у него уже 200 или 20 было. Там оно уже по времени приехало. Пробуксовывает? Нарячивает? Маховик стучал очень сильно. Вибрация на холостых. То есть ему добавляешь на холостых газу. Но там вибрация такая была серьезная. Соответственно, мне кажется, что там маховик. Ну процентов 99. Что он приехал. Окей, что было потом? Потом появилась машина в Тернополе. На хорошей комплектации, но бюджет там был выше. 9,5. Реном Меган. Значит, бассей. Такой вот он. Красивый. Должен быть не крашеный. Сейчас посмотрим по перескору. Есть сколы на фарах, но немного. В принципе, ходовые огни. Все. Актроники. Туманка. Все хорошо. Есть сколы по нему. Конечно, черный цвет марки. Капот. То же самое. Сколы есть. Здесь туманочка. Хорошо. Все. Решетка целая, не поломанная. Капот целый. Капот не крашеный. Крыло целое. Тоже не крашеное. Вот стекло в 21 году менялось. Стойка целая. Панорамная крыша. Здесь хорошо все. Тоже все тут нормально. Все хорошо. Ручки только вручками подзарапаны. Корпус зеркала целый. Есть тут сколы. Включение, что он под лаком. Не могу сказать, что это плохо. Это наш черный цвет. Это очень маркерилан. Карты дверей целые. Кнопки все нормально. Ручка. Здесь немножко подвытерто. Здесь с атоми на пластику. Вот такие легкие мятенькие есть. По сидушке. Сидушка подшита. Очень, очень хорошо подшита. Так. Боковинка целенькая. Рубинка рабочая. Руль. Руль подтертый на свой пробег. Руль оригинал. Руль не шитый. Ручка тоже самая. Руль оригинал. Ручка не шитая. Кнопочки целые. Все. Здесь тоже целые. Хорошо. Чуть толще, чем все меганы. Карка целая. Крыло целое. Дверь тоже целая. Все такие вот царапинки. Подтычкованные. В этих местах. Задний ряд. Карта целая. Ручка. Есть царапины на карте. Но они такие не очень виденые. Скажем так. 12-го года стекло. Карманчики не растянуты. Задний ряд в классном состоянии. Кондиционер надо будет почистить. Воняет. Фильтр поменять и почистить. Дезинфекцию сделать кондиционер. Пороги тоже самое. Они сильно не зацарапаны. Здесь у него проемы хорошо целые. Крыло говорил уже целые. Двери тоже самое. Все купили классно. Панорама тоже целая. Скула никаких нет. Рейлинги. Целые. Вот тут есть у него какая-то царапина легкая на рейлинге. Термальный стокласс у него задний. Наскручевой. Камера есть. Крышка не крутилась. В багажнике может быть вода. Она в боксе стояла. Воды нет. Запаски тоже нет. У него компрессор, наверное, есть. На багажнике. И такие вот есть косячки тут. Здесь вот есть царапинки такие на пластике. У всех будут царапины. 12-го года машина. Это нормально. Крыло. Целые тоже. Стойка и бананы тоже целые. Не крашенные они. Дверь тоже целенькая. Арка целая. То же самое. Что-то непонятно, что это. В сиденье такое. Дырки нет. Но что-то тут топыристое сидушки. Какая-то часть, может, не знаю. Пороги. Не запиленные. Ногами. Все хорошо с порогами. Карта дверей целая. Есть пару царапинок. Ерундовых. Есть вот такие вот царапины по машине. Их много будет. На черном цвете не очень хорошо видно. Так. Дефлекторы. Все хорошо. Работают. Работают тоже. Тут вот есть царапины на торпеде. И вот здесь вот есть царапины на торпеде легкие. Немножко пару пятен есть на потолке. А что еще в Рено слабого? На что нужно обращать внимание при покупке автомобиля? Форсунки. Бывают у них. Не доливают или переливают. Скорее всего из отопленного фильтра они редко меняют его в Европе. Может быть такая проблема. Ну, так, в принципе, у них. Ну, там дверь водительская клаца, это ограничитель. Ну, это такое тоже решается там незадорого. Там ключи у них разваливаются. Это чип-карты. Тоже это все решается. Недорого. Последние вот эти моторы с 2014 года могут подстраивать на холостом. Буквально там секунду-десяти, потом все нормально. Тоже это решается. Они там перепрошиваются. Это не есть проблема. Здесь вот мотор весь сухой. Тут пайп идет. Интеркульлер. С него у всех есть подтекание. Там посмотрите, там видно. Тут не болячка. Там меняется внутри пайпа резиночка. Все, он работает дальше. Здесь это тоже надо делать. В общем, вон он пайп. С него капает. Капает на генератор. То есть, в дальнейшем надо будет реставрировать генератор. С ним могут быть вопросы. Там меняется резинка. Она стоит 200 гривен. Резинку поменяли. Ехали дальше. Радиатор выбит на свой пробег. Кондиционера. Надо будет его поменять. Весной перезаправить. Значит, на холодную он потаивает. Это у всех проблем от эвниганов. С этими моторами. Вон есть там датчик на стакане. Там стаканчик с фильтром масляным. Вон он. И там датчик ниже есть. Вот с под него масло подтекает. Все хорошо. Коробка сухая. Коробка декрученная. На нем скоро подходит уже сцепление. Надо будет поменять комплект сцепления. Ну, на таких пробегах это естественно. Там маховик, корзина, диск. Ой, же множество, где-то стоит 26 тысяч. Так, подносится. Подтекает поддон. Чуть-чуть он не подтекает. И даже это маслообразование, то есть это запотевание. Сажа у него на месте. Она не вырезана. Сажевый фильтр работает. Регенерация проходит хорошо. Все прекрасно. Значит, такие ржавенькие элементы есть. Там вот есть ржавенькие элементы. У него что-то блякает по ходовке. Так как тут долезть невозможно никуда. Я подозреваю, что тут стойка стабилизатора. Может быть, шаровая. Все, что в городе есть, это за 100, это эстакада. Днище у него хорошее. С днищем тут порядок. Тут все хорошо. Не гнилое, не ржавое. Хороший Меганчик оказался. Цена вроде бы 9300. А дальше был этот Меган. И все, люди приехали, его забрали. Потому что босс найти за 8, это невозможно. То есть можно, но это будет такой пожеванный. А там живой. Да, вот прям то, что надо. Прям и родина пробег, и сажа есть, и хорошо едет. Итак, если подытожить. Сколько денег человеку нужно, вот допустим, захотел он Рено Меган в хорошем состоянии. Сколько готовить денег, сколько нужно для того, чтобы состояние сел, слегка обслужил. Не больше 1000 долларов. И поехал дальше. Это совсем в куче. Так, чтобы забыть. До следующей замены масла, а еще лучше через несколько замен масла, чтобы вообще машина не выносила мозг. Ну, цены у него начинаются дизельные от 2011 года. Крайний раз я подбирал, за 7400 забрали. Но это прям барабан-барабан. Прям без даже кондиционера. Кондиционер был. Не было круиза. То есть пустой. Ну и Боус получается 9,5 надо, чтобы было. Это где-то будет 2012 год. Еще в той морде предыдущей. Либо где-то около 9 надо иметь. Это будет 2014 год. То есть 9 и выше. 9300, 9500, 9700. С пробегом 200+. 210, 230 то же самое. Альтернатива Мегану какая? Боишь тот же 308, на ручечке аж бегом. А Ваня бы сказал джета. Ху**и, так какая джета? А Сережа бы сказал Вольво. Так какая Вольво? И что с ней делать? Обнять ее и плакать? Или туда еще сотку занести гривен на ремонт? Ну что? Она хорошая машина, но... На какую сотку занести? Гривень. На какую машину? Да на какую, на любую, на ту же Вольво. Да ну конечно, где Вольво взять 1,6 V50, например, или двухлитровую с тем же пижовским мотором? Нет, так ее не найти просто. Так как не найти? Ну с честным пробегом ее... Я не знаю, сколько надо объездить, чтобы найти ее сейчас. С пробегом хотя бы 300 даже, вот честно. Друзья, на сегодня все. Огромное спасибо Антону за то, что мы с него вытащили эти вот золотые слова, которые есть доказательством тому, что Рено Меган живая, хорошая машина. Но на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, часть компании Один Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Какая следующая машина должна быть? Напишите в комментариях, о чем вам заснять подобное видео с разбором чего-то. Вот если вы владелец Рено Меган, напишите то, чего мы забыли. Возможно, вот просто мы пропустили мимо ушей какой-то важный элемент. Возможно и нет. Напишите об этом в комментариях. Все, пока. Я там смотрел на второй заявке. Он выключился. Самый дешевый Меган в Украине, дешевле нету. Да. Один. Так АД, его там нема. Самый дешевый Меган в Украине, по Украине, скорее всего. И с честным пробегом 160 тысяч, да, вид? Сирый. Сирый заявки? Параллельно у меня было. Приросли. Искал второй Меган, и у него бюджет был на третий. Мы дизельный забрали за 7400. Проблема с одной форсункой. Как подешевели Меганы? Какое? Это работа была произведена. Продолжение следует. Продолжение следует...